Сегодня мы поговорим о силе сопротивления воздуха. Всякий, кто попадал в сильный ветер, ощущал эту силу буквально на себе. А сейчас я возьму фен, включу его и направлю на деревянные бруски и мощная струя воздуха буквально сметает их со стола. В этом опыте воздух налетал на неподвижные предметы, но силу сопротивления можно ощутить и когда воздух неподвижен, а предмет движется через него, как, например, вот этот веер. Сила сопротивления будет тем больше, чем больше площадь веера и чем больше скорость, с которой я его двигаю. Зависимость силы сопротивления от скорости мы установим сейчас в аккуратно поставленном эксперименте. В этой установке поток воздуха от воздуходувки налетает на металлический диск, который отклоняется на некоторый угол. Этот угол мы измеряем с помощью датчика поворота. А зная угол и массу диска, мы можем рассчитать силу, действующую на диск. Теперь уберем диск и измерим скорость воздушного потока с помощью трубки ПИТО, развернув ее навстречу соплу воздуходувки. И таким образом, проделав ряд опытов при разных скоростях воздушного потока, мы получим зависимость силы сопротивления от скорости воздуха. Вот результаты нашего эксперимента. Мы видим, что сила сопротивления воздуха растет пропорционально квадрату скорости. Если скорость потока увеличивается в два раза, то сила сопротивления увеличивается не в два, а в четыре раза. Почему же это происходит? Рассмотрим тело с поперечным сечением S, на которое налетает поток воздуха со скоростью v. Для простоты будем считать, что налетающий на тело поток воздуха теряет весь свой импульс. Тогда, по второму закону Ньютона, действующая на тело сила равна импульсу, передаваемому за единицу времени. За время Δt до тела долетает масса воздуха, заключенная внутри цилиндра с основанием S и высотой v Δt. Чтобы найти эту массу, умножим плотность воздуха ρ на объем цилиндра SvΔt. А чтобы найти переданный импульс, надо эту массу еще раз умножить на скорость воздуха v. Δt сокращается, а то, что осталось, удобно переписать в виде 2 умножить на ρv²½ и умножить на S. ρv²½ — это кинетическая энергия единицы объема налетающего воздуха, которая называется скоростным напором. И про скоростной напор у нас есть отдельный фильм. Сила действительно оказалась пропорциональной квадрату скорости, что и показал наш эксперимент. Однако полученный в эксперименте численный коэффициент из этой формулы оказался равным не двойке, а 0,9. Давайте разберемся, почему это произошло. Дело в том, что налетающий на диск воздушный поток не останавливается полностью, но обтекает его со всех сторон и тем самым все-таки сохраняет часть своего импульса. При этом поток срывается с края диска и за диском возникает вихревая зона. Поэтому коэффициент в формуле для силы оказывается меньше двойки. Его обозначают буквой С и называют коэффициентом лобового сопротивления. Чтобы уменьшить силу сопротивления при той же скорости и площади сечения, нужно придавать телу более обтекаемую форму. Гладкие обтекаемые формы современных автомобилей позволяют уменьшить расход топлива, поэтому производители автомобилей уделяют огромное внимание улучшению этих форм, обдувая свои модели в специально построенных для этого аэродинамических трубах. Давайте посмотрим, насколько обтекатель может изменить коэффициент лобового сопротивления. Напоминаю, что коэффициент сопротивления диска был равен 0,9. Приделаем к диску полукруглый головной обтекатель. Видно, что угол отклонения заметно уменьшился. Пересчитываем коэффициент лобового сопротивления с учетом изменения сечения и массы и получаем 0,25, в 3,5 раза меньше. Но силу сопротивления можно уменьшить еще, приделав к нашему диску хвостовой обтекатель. Коэффициент сопротивления уменьшился до 0,15 в 6 раз по сравнению с первоначальным. Но как может уменьшить силу лобового сопротивления хвостовой обтекатель? Ведь воздушный поток налетает спереди, а хвостовой обтекатель расположен сзади. Давайте обсудим этот вопрос в комментариях к нашему ролику на ютубе.